Всем доброго времени суток, друзья! Ну я думаю, что вы уже поняли, сегодня будет у нас 4 варианта. И тема расклада такая, кто хочет вас ранить, кто хочет вам нанести какой-то ущерб, и кому хочется, чтобы действительно вы переживали, чтобы вам было больно, кто от этого может получать наслаждение. Потому что бывают такие люди, знаете, которые вроде бы по-доброму к нам настроены, и вроде бы по-хорошему разговаривают, но когда у нас что-то случается, они очень серьёзно этим интересуются. То есть так, ой, Леночка, а что такое печальное сегодня? Да, ой, котик у тебя заболел, да-да-да. А что такое? То есть вот человеку нравится как-то пережевывать, перемалывать ту информацию, которая касается неких неприятностей, происходящей в вашей жизни. И сегодня мы будем искать, есть ли такие люди в вашем окружении, действительно есть ли такие особо одарённые, и, соответственно, о чём именно они хотели бы узнать, и в какую больную точку они хотели бы вас ударить. Я думаю, что это достаточно важная информация для многих людей. Сегодня мы это посмотрим. И сегодня давайте мы сделаем следующим образом. У нас будет замечательные 4 позиции, на 2 black мы их сделаем. Друзья, хочу напомнить, опять же, в пункте 15 в прикреплённом комментарии есть замечательная ссылочка на видеоролик, кому, когда и по каким поводам можно писать в личку, потому что последнее время атакуют вопросами, «А вот как вы думаете? А вот с чем? Вот я бы хотела и второй интересоваться. А вот, может быть, вот что вы мне порекомендуете, а что вы думаете, как мне лучше?» Друзья, я не думаю, что вам лучше, что вам не лучше. У меня есть своя жизнь, у меня есть свои работы. Я максимально стараюсь помочь людям через общие расклады, максимально стараюсь ответить на комментарии. Ну, просто сидеть и впустую переписываться целыми днями с человеком, которому просто он интересуется второй. Вот ему хотелось бы, чтобы я дала какие-то рекомендации. Рекомендации я даю индивидуального характера только через консультации, потому что я прошу, чтобы вы меня понимали правильно. У меня есть свои жизненные заботы, у меня есть свои какие-то, ну, скажем так, моменты, которые я могу дать людям бесплатно, которые я могу подарить. И я провожу огромную работу через общие расклады и всегда стараюсь поддержать верных друзей канала и в комментариях, и по-другому как-то. Но просто из области, да, вот, а вот что вы думаете, я вам могу сказать так, если человек хочет стать ветеринаром, если человек хочет стать торологом, если человек, ну, будем так говорить, хочет освоить какую-то профессию, или если есть определенная склонность к чему-то, да, то человек не спрашивает, а что вы думаете, а как мне начать, он берет и делает. Поэтому если вы просто хотите знать мнение чужих людей, которые что-то могут думать о том, что вам в жизни хотеть, то вы не на правильном пути. То есть это уже первый признак, который говорит о том, что вы не своим делом хотите заниматься, потому что если в человеке что-то есть, он просто к этому постоянно тянется. И просто с детства, особенно если говорить о мантических системах, если говорить о магии, здесь человек не ходит и не должен вот, да, вот спрашиваете, а каким магом я могу стать, а вот что я могу делать, а как я могу людям предсказывать, это просто начинает появляться изнутри, и ты с этим не можешь справиться, и тебя просто приводят силы туда, куда ты прийти должен. Поэтому если куча сомнений из области, а вот мне делать нечего, позабавьте меня рассказами, мне просто интересно, это просто открываете книжки какие-то, или идете в магазин, покупаете книжки по торологии и так далее, и читаете, и смотрите, насколько вас это влечет, а насколько вас это не влечет. Вот такая небольшая говорилка у нас сегодня будет до начала видео, потому что буквально за последнюю неделю уже 4 или 5 подобного рода вопросов было, и в основном люди пишут, да, вот, ну вам может быть будет интересно на эту тему поговорить, нет, друзья, мне неинтересно разговаривать на ту тему, кому, что просто подсказать, и о ком, о чужих людях, что я думаю. Друзья, я не думаю о каком-то чужом человеке, который хочет что-то изучать. Если человеку нужна конкретно консультация, он хочет посмотреть, насколько могут быть успешны вопросы его развития, второй или в какой-то другой мантической системе, да, он может заказать для себя расклад, но это не значит, что я буду просто сидеть и там разговаривать попусту на те темы, которые, по сути, у человека, у самого, просто возникают из любопытства. Вот такое небольшое отступление. Я поставлю сегодня тайм-код, говорилочки, для того, чтобы вы могли перемотать и смотреть уже с начала расклада, соответственно. Будет 4 позиции у нас. Первая, вторая, третья, четвертая. На них мы разложим в обязательном порядке наши великие ужасные фрукты. Ну-ка, ну-ка. Ой, клубничка у нас сегодня первая. Что же она нам расскажет? Яблочко, ананасик. Первая клубника, второй виноград, зеленый, третье яблочко наливное, четвертая, наш любимый ананасик. Вот в таком порядке сегодня выложены позиции. Вы можете загадывать позицию хоть по номеру первый, второй, третий, четвертый, хоть по фруктику, хоть просто довериться потокам и загадывать из области вот ту позицию, которую я буду рассматривать первой, ту позицию, которую я буду рассматривать второй и так далее. Здесь как вам больше нравится, так вы и загадываете, а мне как кажется правильным, так я и открываю. Так что поехали. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер 3. Давайте яблочко наливное наше послушаем, что оно нам расскажет. Есть ли такие люди, которые хотят вас ранить и причинить вам боль? Да, причем, знаете, здесь какая интересная ситуация. Здесь может быть такой человек, который будет действительно очень деликатно стараться с вами разговаривать, очень, так вот, знаете, подковерно пытаться выяснить, что в вашей жизни не так, о чем есть у вас какие-то переживания, что действительно вас может ранить. И здесь человек мало того, что будет получать удовольствие от этой информации, здесь человек еще может и использовать в дальнейшем в своих целях для того, чтобы вас ранить, для того, чтобы сделать подлянку. И здесь этот человек, к сожалению, присутствует у нас вот по этой позиции. Давайте посмотрим, кто этот цвет в окошке. Смотрите, тот человек, который сейчас либо находится в отъезде, либо у него переезд или какая-то поездка намечается или что-то происходит с машиной. Человек, с которым вы были в формате любовного треугольника или который просил помощи, находясь в подобном состоянии. У кого-то это женщина, женщина знака земли или огненного знака, такая чуть-чуть бензопила дружба по своему характеру. Но однозначно можно сказать, что вы этого человека в свое время любили. Плюс еще ложится мужчина. Может быть, у кого-то женщина, у кого-то мужчина, у кого-то и мужчина, и женщина выйдут. То есть здесь в зависимости от вашей ситуации смотрите уже сами. У кого-то имя Валерий или Валерия выходит. И здесь человек до 40-42 лет, такой вот, знаете, достаточно серьезный, достаточно такой вот склонный к накопительству. И знака земли или огненного знака, скорее всего. Человек, который имеет профессию, который неплохо зарабатывает, еще умудряется помогать тем людям, которые, как ни странно, финансово гораздо лучшее положение, чем он занимают. У кого-то имя Люба проигрывается, любовь. Но в любом случае, эти люди как-то от вашего влияния достаточно неплохо защищены. И смотрите, они могут манипулировать и пытаться ранить вас в такой вот игровой форме. Знаете, могут говорить что-то, говорить, ой, Леночка, а что ты переживаешь из-за этого? Неужели тебе больно? И потом человек будет опять сыпать соль на рану и будет наблюдать за тем, как все это происходит. И каждый раз будет удивляться, ой, да я, ну что ты так реагируешь? Я же не знала, что так ты будешь реагировать, что тебе от этого больно. Но это может повторяться вновь, вновь и вновь. Так что вот такие товарищи здесь присутствуют. Давайте посмотрим, где хотят, чтобы вас ранило больше всего. Что самое интересное, в этом случае про деньги человек особо не задумывается. То есть для него не актуально, чтобы у вас были какие-то финансовые неудачи, какие-то неполадки. Человеку очень хочется, чтобы вас припугнуло то, что связано со здоровьем. Более того, человек может вам говорить, ааа, заболела там или ушиблась, а вот ты допрыгалась. А это вот из-за того, что он. И может приводить какие-то примеры, почему вот по его мнению, из-за чего это произошло. Но в целом, да, это тот человек, который хотел бы, чтобы у вас были какие-то проблемы по здоровью, для того, чтобы радоваться на этом фоне, для того, чтобы получать некие свои эмоции, для того, чтобы питаться вашей эмоцией страха, для того, чтобы вы думали, а может быть действительно я что-то не так сделал или сделала. А может быть действительно я не права вот в этой ситуации. То есть человеку очень хочется вас запугать. Ему хочется, чтобы и по здоровью были неполадки, и чтобы были неполадки в отношениях с людьми, и чтобы у вас не складывалась личная жизнь. Вот в этом смысле человеку очень хочется вас ранить. И здесь у многих форматы любовных треугольников выходят. но у кого не любовный треугольник, просто знайте, что здесь будет тот человек, который очень хочет, чтобы у вас не складывалась личная жизнь. Или знаете как? Да пусть идет, пусть идет погуляет, заодно намотает себе что-нибудь там наконец. И здесь вот действительно может быть такая ситуация, когда французский насморк может пожелать вам человек получить. Вплоть до этого. Причем будет себя всегда отстаивать и в конфликте, то есть может реагировать агрессивно на все, что вы говорите. У кого-то имя Надя здесь выходит. И может четко очень обозначать свою позицию. Ты на меня это говоришь? Да я никогда тебе такого не желала. С моей стороны этого никогда не было. То есть здесь великий манипулятор, скрывается и возможно не один, а два. Человеку очень хочется победить вас, растоптать для того, чтобы увидеть вплоть до того, что вашу гибель полную. То есть здесь не просто хочется сделать больно, а здесь хочется затоптать до такого состояния, когда вы уже не сможете подняться. Поэтому будьте осторожнее с этим человеком. Здесь не видно, чтобы у него были какие-то большие перспективы это сделать, потому что скорее всего вы можете отрабатывать эту ситуацию и вовремя выйти из нее или уже вышли. Но все равно ушки на макушке держать надо при таких картах. Если вы правильно, конечно, выбрали свой вариант. Предостережение и совет. Смотрите, если человек на работе с вами или имеет какие-то финансовые вопросы к вам, не соглашайтесь с ним ни в чем, что касается финансов. То есть если нужны какие-то моменты помощи, если он хочет какие-то деньги вам дать или у вас взять, не ввязывайтесь в эту авантюру, потому что вы гораздо больше потеряете, чем получите. Никогда не оперируйте с этим человеком крупными суммами денег и не говорите в целом на тему финансов тоже, потому что хоть она на сегодняшний день этого человека не очень сильно интересует, но вы можете своими беседами или своими какими-то яркими поступками в плане финансов у человека пробуждать определенное ощущение, чувство зависти и так далее. И здесь, вы знаете, если человек все-таки с вами по работе сталкивается, у кого-то Надежда Петровна имя, то в таком случае здесь та ситуация, когда вот вы работаете и работаете себе и не переходите на личности, то есть ничего кроме работы, только те проекты, в которых вы соприкасаетесь именно по делу, никак иначе, никак по-другому. И будьте готовы к предательству, к жесткому и постарайтесь здесь, вот знаете, если вы видите проявляющийся, начинающийся конфликт, то вы можете сразу проводить эскалацию этого конфликта и кому-то здесь есть мужчина, мужчина старше 40-45 лет, знака земли или огненного знака, вы можете ему идти и говорить, что происходит, если это для вас актуально, если такой человек есть. И если вдруг, к сожалению, по финансовой части вы будете с этим человеком еще сталкиваться, то очень рекомендую все оформлять в письменном виде, то есть чтобы расписывался, чтобы были какие-то договоры, чтобы были какие-то документы, потому что иначе можете налететь на то, что вас красиво кинут и кинут на достаточно крупную сумму, поэтому будьте внимательны и будьте, конечно, в ответе за то, что вы делаете. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер 2, она, как ни странно, у нас вторая по порядку открытия, ну давайте посмотрим, что нам скажет зеленый виноградик. Вы знаете, такое ощущение, что у вас сейчас таких людей, которые прицельно, умышленно, как-то вот гаденько, подлинно могли бы вас хотеть ранить, вроде бы и нет на сегодняшний день. Либо они в прошлом уже остались, либо здесь может человек просто вас и не хотеть вроде бы ранить. Здесь у вас, знаете, достаточно спокойная позиция. Здесь скорее те люди, которые вас любят. Я думаю, что коротко сейчас мы по этой позиции пробежимся, потому что уже карта ложится отрицательная в плане того, что нет таких людей, которые хотели бы сейчас и были бы опасны в плане того, чтобы ранить вас, сыпать соль на рану вам потом и так далее. Здесь просто такой человек, который вас очень любит и который может пытаться вмешиваться постоянно для того, чтобы оказать вам помощь и поддержку. Здесь вы можете сталкиваться как раз таки с той ситуацией, когда человек пытается причинить вам добро. Может быть, вас это ранит, может быть, это вызывает у вас боль, неприятие, негативные какие-то эмоции, но в данном случае человек не со злыми намерениями поступает так, как он поступает. Кто это у нас такой красавчик? Вы знаете, по своему характеру человек такой великий манипулятор. У кого-то вообще этого человека уже нет в живых и вы просто вспоминаете то, что когда-то было и было в прошлом. У кого-то это реально кто-то из бывших, кто-то, кто заводил вас в формат любовных треугольников и это тот человек, который разбил вам сердце в свое время. Это может быть женщина, может быть мужчина, потому что может быть для кого-то это бывшая жена, для кого-то это бывший муж, для кого-то это любовник или любовница бывший. Но опять же, здесь женщина очень правильная, которая была в статусе жены одно время. Второй человек гораздо моложе вас, может быть и такой ехидный достаточно. Он с одной стороны инфантильный и неумеха, а с другой стороны он может быть весьма и весьма ехидным. Для кого-то, если вы старшее поколение, это даже могут быть к сожалению внуки, которые могут так вот с подколом общаться. Мой бабуля, ты уже динозавр, ничего ты не понимаешь из этой области может быть. Если вы достаточно молоды, если вам 20, 30, 40 лет, то в таком случае это просто человек, которого вы очень давно знаете, человек из прошлого и человек, которого вы реально любили в свое время. У кого-то это мужчина знака земли или огненного знака, старше 40, 42 лет. Давайте посмотрим, к чему бы мог приложить руку деньги, здоровье, любовь. Вы знаете, человек не желал вам конкретно в какой-то сфере определенного провала. Что бы он ни говорил, искренних пожеланий на эту тему негативного характера не было. То есть он мог бы сказать, ой, Наташка, да хоть бы твоя работа это, блин, развалилась, ты достала уже на работе быть круглыми сутками. Но это не значит, что он желал вам действительно какой-то неприятности. Это просто были его эмоции, которые он в свое время мог выразить. Вот такие вещи здесь есть. Но здесь вот именно, что касается финансов, ему интересно было бы знать о том, как вы финансы свои зарабатываете, куда вы их распределяете и даже контролировать этот процесс. В остальном, ну, вы знаете, нет таких пожеланий, которые действительно могли бы как-то негативно влиять на вашу жизнь. И сейчас такое ощущение, что у человека очень мало эмоциональных и очень мало вот именно энергетических сил для того, чтобы продолжать свою политику партии. Скорее всего, он безопасен на сегодняшний день. У кого-то имя Петр. Предостережение Совет. Смотрите, если вы собирались встречаться, ехать куда-то, иметь какие-то дела по поводу машины, транспорта, да, вот чего угодно в этом ключе, то карты говорят о том, что ехать не надо. И тратить деньги на то, чтобы коммуникацию каким-то образом инициировать тоже не нужно, потому что вы можете видеть человека сейчас немножечко в другом ключе. Проявите пока что деликатность. Постарайтесь на сегодняшний день, если этот человек жив, постарайтесь, потому что у кого-то есть люди вот из прошлого, да, у кого-то бабушка, которая уже ушла, то есть вот такие вот моменты есть. Но здесь постарайтесь вот в этой ситуации немножко замаскироваться и побыть в состоянии с волками жить, поволчьи выть. То есть здесь, если вы видите, что человек пытается каким-то образом вас продавливать, притворитесь мертвым ненадолго, то есть здесь постарайтесь не портить отношения, постарайтесь очень деликатно выйти из этой проблемы. То есть если он будет говорить, Коля, ну приезжай, ну приезжай, ну что ты не приезжаешь, ну почему я тебя столько времени уже жду, ты никак до меня не доедешь. То есть не надо говорить о том, что я не хочу с тобой общаться, или там у меня дурное предчувствие, что не к добру общение с тобой. А просто здесь можно сказать таким образом, что ой, ну ты знаешь, у меня вот сейчас есть То есть если отказывать, то очень мягко, очень деликатно и стараясь вот здесь лучше иногда чуть-чуть солгать, чем получить потом грандиозный шухер и окончательно испортить отношения с этим человеком. Так что пока постарайтесь поддержать дистанцию, не ездить к нему или к ней, не контактировать каким-то образом. Это будет наилучшее решение, которое вы можете принять в соответствии с тем, кого вы загадали на эту позицию. В принципе здесь можно позицию просто загадывать и никого не загадывать, потому что по сути карты сами у нас говорят, кто именно на этой позиции. Просто знайте, что человек вас любит, человек хорошо относится, может быть неправильно это выражает, но именно вот какого-то желания нанести вам рану со стороны человека нет. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер 4, давайте наш любимый ананас. Вы знаете, у вас тоже какое-то затишье, такое ощущение, что все, кто хотели бы откусить вам пятку, встали на паузу на сегодняшний день и пока что они занимаются чем-то другим. Ощущение, что им вот смотрите, вдвойне надо отдохнуть, кто-то на сегодняшний день лежит в больнице сам, кто-то сочетается браком. Как бы смешно это ни звучало, но абсолютно разные вот здесь вот есть две позиции, которые говорят просто о том, что человек занят вот одним из двух этих дел и он сейчас не может конкретно на вас каким-то образом влиять. То есть есть пауза, даже если вы конкретно прицельно знаете это лицо, данное лицо пока что находится в таком нерабочем состоянии. Либо нет такого человека, либо занят другими делами. Кто это мог быть? Ну вот смотрите, у кого-то это мужчина, мужчина знака воды или воздуха, старше 38-40 лет, человек, который уже много потерял, человек, который может сейчас совершать куплю-продажу, какие-то вот договоры такие, действительно может что-то покупать и покупать при этом очень невыгодно для себя. Вот такая смешная здесь ложится позиция. Как бы странно ни звучало. Человек мог поторопиться просто с какими-то выводами по поводу вас и сейчас он не имеет желания как-то раскручивать эту ситуацию и обсуждать ее более конкретно, более прицельно. У кого-то это ребенок или внук или племянник, то есть кто-то, кто моложе вас, но кто имеет возможно отношение по крови. То есть человек пока что, ну вот знаете как называется, взбеленился и сам сейчас думает, это правильно ли я поступил. Кочует женщина у нас знака земли или огненного знака во всех раскладах, но здесь скорее она отображается не как конкретный человек, а отображается как тот человек, который просто сейчас хочет выглядеть правильно в создавшейся ситуации и пока что, наверное, будет молчать какое-то время. Послушайте, ну нет пожеланий со стороны этого человека и человек не хочет вот прямо ранить вас, разрушить как-то вашу жизнь, гадости вам каких-то пожелать. Нет, здесь нет. Либо человек уже успокоился, либо у человека просто реально нет сил на сегодняшний день, чтобы подобного рода эпик фейлы совершать. Ну как я всегда говорю, хорошая диагностика это короткая диагностика. Вам предостережение и совет. Ну вот смотрите, даже если очень хочется сейчас пописать на труп врага и очень хочется сейчас доказать, что вы, ну вот, а я все равно права, а я свою позицию буду гнуть. И если очень хочется эскалации конфликта и знаете, как вот называется, ты уже начал со мной ругаться и я сейчас должна тебе ответить. Вот постарайтесь эти стремления в себе очень четко погасить. И понимайте, что иногда нам хочется перегнуть палку и допустим человек просто вам сказал, что вы там ай-яй-яй дурочка, да, а вы в ответ хотите снести ему голову просто топором, да, полутонным. Поэтому, ну здесь вот молот Тора положите пока в карман, не занимайтесь пакостями и не впадайте в состояние агрессии, потому что сейчас это будет неправильно. Постарайтесь сейчас просто зеркально отражать то, что будет делать человек. Если человек куда-то пропал, тоже вам желательно просто отодвинуться, тоже пропасть на какое-то время, не коммуницировать с этим человеком и самому не лезть. Если человек проявляется с каким-то конкретно взятым вопросом, то да, вы тоже можете проявиться, вы тоже можете человеку ответить, но вы именно должны быть человеком, который отвечает, а не который инициирует коммуникацию между вами. Вот такая вот история здесь ложится. История вполне себе адекватная. В принципе, вот здесь все достаточно спокойно. В Багдаде все спокойно по этой позиции. И еще, наверное, как минимум неделю, а то и 4 недели будет спокойно. Опять же, когда нашли расклад, тогда он и актуален. Даже если вы его в 2038 году нашли. Дай бог здоровья Ютубу, да? Ну и позиция. Первое, второе, третье компот. Наша замечательная клубничка. Давайте посмотрим, хочет ли кто-то вас ранить. Ну вы знаете, может сейчас быть какое-то краткосрочное желание, какой-то порыв у некоего человека или людей. Мы будем сейчас смотреть, кто они для того, чтобы ранить вас. Но это необдуманное очень решение. И, возможно, человек ранит вас не столько своими поступками, сколько отсутствием этого поступка. То есть, может быть, вы от человека ждали, что сейчас он или она возьмет и каким-то образом будет вас защищать. Может быть, вы ждали, что человек каким-то образом проявит внимание, а он или она этого не сделает. То есть, для вас, по сути, раной может быть то, что человек развернулся и пошел по своим делам, вместо того, чтобы среагировать на вашу просьбу, на какие-то события, которые развернулись в вашей жизни. А человек, походя, принял просто какое-то неправильное решение. И его действия реально вас могут ранить. Для кого-то это уход близкого человека. То есть, называется, просто взял тот же самый супруг, собрал вещи и уехал там. Или не вернулся ночевать и сказал, что не приедет. Вот какие-то такие вещи, когда человек скорее своим бездействием, чем действием, дает вам повод переживать. И здесь могут быть еще такие люди, которые, ну вот, допустим, вы ждали их защиты, их поддержки, что скажет, да, Лен, ну ты права, ну действительно, ну потерпи, мы справимся и так далее. А человек просто не выдерживая берет и уходит, называется. Да, у нас дома что-то было не так, поэтому я взял и пошел ко всяким шлюпкам, да, для того, чтобы там реализовываться, как могу и как умею. Поэтому здесь, ну вот знаете, такое ощущение, что какая-то эмоциональная слабость, неправильное понимание человеком ситуации. А у кого-то, когда вы надеялись на его поддержку или ее поддержку, просто состоялся какой-то или роман, или человек ушел в запой или в загул, да, вот называется. Я ждала, что ты поддержишь меня, а ты вот как поступил. Вот такая может быть история. Давайте посмотрим, кто этот красавец или красавцы. У кого-то мужчина знака воды или воздуха, может быть на работе человек, который пытается выбиться в люди, такой карьерист, человек, который умеет водить машину. Человек визуально привлекательный, но человек сейчас приболевший. Такое вот ощущение, что либо с желудком, либо с желчным у человека не очень хорошо на сегодняшний день. Это тот человек, о котором вы сейчас беспокоитесь. Смотрите, если это мужчина, то тоже может быть статный, видный, в вашем вкусе визуально, старше 38-40 лет. Но он вот такое ощущение, что либо в отъезде, либо на расстоянии, либо, либо, либо. Либо человек за деньгами побежал, знаете. Вот обиделся и побежал за длинным рублем куда-то. Может быть такая ситуация. Но вы можете надеяться еще на мирное какое-то сосуществование. Что здесь можно еще сказать? Ну вот смотрите, если это женщина, уже имя Елена очень хорошо. Причем именно Елена, Елена Николаевна могут называть, например. Не просто Леночка, Ленусик. Женщина визуально привлекательная. Женщина, у которой есть особенно на работе или в финансовом плане покровитель. То есть либо здесь может быть муж, или отец богатый, или начальник, который может ей благоволить. В любом случае за ней стоит мужчина, знака земли или огненного знака, или просто весьма состоятельный человек старше 40 лет. И женщина красивая. Внешне прям симпатичная такая. Очень красивые глаза. Могут быть чуть-чуть стервозные, такое выражение лица. Но тем не менее, симпатяга. Знаете, может пытаться ударить вас по здоровью, или бить по тому, что... Ой, а что вы смотрите у нас на Зиночку? Она же на прошлой неделе 3 дня проболела, вместо того, чтобы ходить на работу. То есть здесь человек может указывать на какие-то недостатки вашего здоровья, или желать вам каких-то по здоровью проблем. Или может говорить о том, что физически что-то с вами не так. Ну то есть, например, вы там когда-то ломали ногу, прихрамываете, сейчас ходите. Она может давать какие-то обидные прозвища. Ой, а это хромоножка и так далее. То есть человек не считает зазорным проходиться по внешности, в том состоянии, когда находится сам или сама в возбуждении. То есть здесь вот такое ощущение, что для человека ничего святого нет. И даже если она видит, что есть какие-то проблемы по здоровью, она может это связывать с какими-то внешними проявлениями. И достаточно жестко отзываться на эту тему. И она для того, чтобы достичь своих целей, или он, но здесь больше женская такая энергетика идет. Даже если это мужчина, может быть истероидный какой-то такой вот тип мужчины. Здесь человек очень четко. Даже, кстати, у кого кто-то даже творит магию на то, что касается здоровья. То есть с психу человек может реально взять и пожелать вам вплоть до онкологии, вплоть до каких-то таких вещей. Или там желаю, чтобы тебе там что-то вырезали. Вот какие-то такие вопросы могут быть. Но здесь смотрите, либо с очень сильной энергетикой, либо у человека вот всплеск какой-то энергетики, и негатив пошел на здоровье. Если на вас не стоит защиты, может ударить реально сильно. И есть еще какой здесь момент. Здесь есть такая ситуация. Если человек магией занимается, то однозначно проводит какие-то ритуалы. Ну, для тех, кто не может заказать себе, допустим, диагностику и профессионально проходить чистку, то в плейлисте ритуала у меня есть чистка 12 свечей сильнейшая. Я вот здесь постараюсь на нее, такой вот экранчик в конце видеоролика будет, постараюсь ссылочку на нее оставить. Ну, и что касается любви, нет. Вот здесь такое ощущение, знаете, там, чтобы ты сдохла, чтобы по здоровью было что-то не так. Вот человек может об этом говорить. Причем может прикрываться какими-то благими намерениями. Женщина, у которой есть дети. Но у нее и с ними не очень хорошие отношения. Человек-предатель, по сути. То есть здесь ждите предательства, ждите грязной игры вот этого человека. Предостережение и совет. Смотрите, не пытайтесь продавливать его или ее, потому что это не получится. То есть здесь лучшей стратегией будет не показывать, что вы, допустим, в силах, там, да я с тобой разберусь, да я тебе покажу, да ты думаешь, что ты говоришь и так далее. Нет. Здесь вам нужно занять такую позицию, когда, знаете, когда вас пытаются побить, а вы настолько миленькие, что, ну вот как-то нельзя этого сделать. Ну вот когда сидит котенок с огромными-огромными глазами, как котенок из Шрека, когда он шляпку свою лапками так брал и держал. Вот если вы такое лицо сделаете, то может быть здесь это будет наиболее правильная позиция. Да для чего так делать? Ну не для того, чтобы показать свой страх или как-то по-другому, а для того, чтобы смирить немножечко агрессию. И для того, чтобы если эта дамочка или этот истеричный мужичонка бегает по вашим недоброжелателям или пытается просто людей вокруг вас настроить против, то люди, видя с вашей стороны агрессию или силу, скажут, да давай, дави ее, топчи, мы сейчас все сделаем, мы тебя поддержим. А если увидят, что вы такая миленькая, что вы безмолвная на сегодняшний день, то есть вот такую, ну даже если это претит вам, можно просто для того, чтобы выиграть войну, проиграть сражение, вот такой минимум допустить. И скажут, да ну мы Таньку убить не будем, она же лапочка такая, она котенок просто. То есть вот, чтобы вызывать у окружающих пока что такие эмоции, для того, чтобы на вас человек не мог так серьезно воздействовать. Ну а если речь идет о магических войнах, то берегите своих детей и животных. Потому что здесь пришло время ставить защиту. Если кладбищенская защита стоит, меняйте, потому что она очень тяжелая на вас. Вот такая история для Люды, для какой-то информации про кладбищенскую защиту. Вот такая вот история у нас сегодня. Я считаю, что красивый, интересный расклад получился. Для тех, кто хочет получить на эту или другую тему индивидуальную консультацию, в пункте 3 прикрепленного комментария есть ссылочка на видеоролик, в котором подробно с уважением к вам я рассказываю, как вы можете получить личный расклад для себя. И друзья, что хочу еще сказать, на все адекватные и хорошие комментарии я обязательно поставлю сердечки и талисманчики, которые будут приносить вам удачу в той ситуации, в которой вы оказались, если вы заняли правильную позицию. Всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания.